МОТОРАДИО 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 ОБИТО КОБИТО МОТОРАДИО ПЕРЕБЫ МОТОРАДИО glue Семья, замечательная внучатая племянница, девушка такая вообще, ну, глазки умненькие, и видно, что она любит, знает историю. Вообще, мы были ошеломлены, хорошие власти, очень тактичные, грамотные, нас хорошо приняли, пригласили, там, разместили, все-все хорошо. Все, мы за свой счет, но, тем не менее, просто, что люди позаботились о нас. Вот, и пока мы ехали, я специально просчитал маршрут, мы проезжали мимо Клястец. Ну, туда бы должно быть паломничество наших петербуржцев в Клястеце. Это какая область? Это, наверное, я думаю, Полоцкий район туда вот. Может, это близко все рядом с Полоцком. Административное деление я плохо знаю, конечно, но это вот, грубо говоря, восточная Беларусь. Клястецы у нас питерцы не знают, а в Клястецах был наш город спасен. Именно там вот эту северную ветвь французов, направлявшуюся к Петербургу, отсек Витгенштейн, русский офицер уже во втором поколении, генерал Витгенштейн, которого император назвал спасителем Петербурга. Вот, именно там мы в известном смысле выиграли Великую Отечественную 812-го. Почему? Это особый разговор. Мы в 812-м году воевали по очень серьезной теории, разработанной прусскими военно-начальниками, прусскими военными специалистами. Я сейчас не буду грузить именами, но это была концепция, очень интересная и умная. Всем кажется, что мы отступали перед французом и бежали до Москвы, и Москву сдали с паленой пожаром. Мало кто знает, что палили-то наши, палили диверсионные группы специально, чтобы в выжженном городе оказались французы. Но нужно было сохранить эту единую линию французов. Концепция была простая. Затягиваем противника вглубь страны, выжигая все на своем пути, он идет по выжженной земле, и армия расходится на две части. Наступает зима, и захлопывается мешок. И вот эта северная ветвь, которую французы организовали на Петербург, она расстраивала все планы, это было очень опасно. И вот Генштейн со своим корпусом, но не в два раза, но почти в два раза меньше, остановил французов. Там был город спасен, была спасена Россия в известном смысле. И мы туда завезли солдата Великой Отечественной 41-го, 45-го, как бы на место, где уже он ведь спасал наш город в 41-м. Его здесь нашли, под Синявинскими, в Гронтовой Липке. И мы завезли его, остановили с ним, изложили венок от питерцев. Старый обелиск был такой, если память не изменяет, 6 метров высотой, такая большая пирамида с 8 орлами золотыми. Все до основания снесено, ничего не осталось. Но мы нашли это основание, мы нашли камень памятный, и нашли даже старый памятник нашим, по-моему, кавалергардам или киросирам, которые у моста там остановили неприятеля. Вот это была остановка на пути в городок, это было одно из событий этого прохвата, который был весь исполнен самых разных интересных событий и мест, связанных с защитой Отечества. Белоруссия, конечно, в этом смысле потрясающая страна. Это, не знаю, мне кажется, нигде, наверное, так память не чтят, как там каждый четвертый, как мы знаем, погиб белорус. Я очень люблю музыку-песнировка, вот как раз каждая четвертая песня у них такая есть. И, в общем-то, действительно, я знаю, я бывала на празднике у них 4 или 3 июля. Да, 3 июля, день независимости, как раз отмечается в день освобождения от фашистских захватчиков. И мне кажется, там каждый буквально камень пропитан этим местом, этими событиями всеми. Тоже есть и современный такой небольшой монумент, но вот исторический, на самом деле, разрушенный, связанный со спасением России. Все остальное связано с Великой Отечественной, и, конечно, там в очень хорошем порядке. Но мы ведь не только по Великой Отечественной ехали 41-45-го, мы ехали, например, по Первой мировой. И вот сохраненные там мемориалы совершенно потрясающие. Ну, один из эпизодов мы привезли привет из Петербурга в местечко Баруны, где был сбит Илья Муромец под номером 16. Вот Илья Муромец – это наша дальняя авиация. Вот дальняя авиация родилась в России, в Петербурге, на Комендантском проспекте. Мало кто знает, что, скажите, почему у нас есть Богатырский проспект. А потому что там это была разгонная полоса взлетная для русского «Витязя», для самолета, и последовавшими за ними большими самолетами, многомоторными, которые начинали дальнюю авиацию мировую. Илья Муромец под номером 16 был сбит. Это целая история не только его военного подвига, но и история его командира Дмитрия Дмитриевича Макшеева. Это история, которая достойна голливудского фильма. Потрясающая история совершенно с любовью, со всеми делами. Я просто, может быть, сейчас не на предмет буду, как бы, говорить, не буду распространяться. Но это потрясающе. Мы потеряли вообще только три Илья Муромца, насколько я помню. Один был на земле разрушен попаданием, у второго авария, и третий был сбит в бою, только потому что у него один двигатель из четырех не работал. Он был слишком медленный. А так вообще Илья Муромец – это было что-то невообразимое. Там были пушки, пулеметы, и вот эти бипланы, истребители вражеские, он отстреливал их там за километр. Он в этом бою еще и сбил, по-моему, два или три немецких истребителя. Когда он пропал, за ним экспедицию выслали и не нашли. И вот немцы прислали истребитель свой. Над нашим аэродромом он пролетел, сбросил капсулу, где написано, что Илья Муромец был сбит в героическом бою. И не сомневайтесь, авиаторы будут похоронены с отданием воинских почестей. И немцы так и сделали. С отданием воинских почестей русских летунов, так называли летчиков, похоронили, а потом сами легли вокруг них. И вот немецкое кладбище времен Первой мировой, а в центре наши летчики, экипаж четыре летчика Ильи Муромца 16-го. Один из летчиков, кстати, Фархад Гаябов, если память не изменяет, азербайджанец. Это тоже дезавуирует старую Россию как бы как тюрьму народов. Да ничего подобного. Вот, пожалуйста, азербайджанец. Выучился в Тифлисе, поступил в офицерскую школу, стал артиллеристом. Он попал в элиту к летчикам, был артиллеристом на отелье Муромца. Так что вот очень интересный эпизод тоже был. Много всего было в этом прохвате. Мы очень так интересно съездили, много видели, конечно. Третий раз в Беларуси, но совершенно новые впечатления, новые какие-то места. Пока звучит музыка, в эфире мы тут с Вячеславом Харином вспоминаем, к сожалению, что этот сезон у нас обошелся не без потери. Вспомнили Пашу Мотовоза и другие люди, к сожалению, уходят. Райдерс, слава Богу, живой, да. Большой ему привет, Даниил Орлов, это мото-клуб Норманс Райдерс. Они у нас были в эфире. Это президент мото-клуба, ему скорейшего выздоровления и возвращения в ряды мотоциклистов в целом невредимым. Ну что ж, продолжим тогда наш разговор. Мы говорили про поездку в Белоруссию. Что еще запомнилось особенно в этом сезоне? Слушайте, ну вот 12 акций и самые разные мы начали с такого субботника, посвященного нашим лейбгвардейцам императорской армии. Я настоятель несуществующего храма, стоявшего на западных границах, на западном въезде в наш город, около Витебского вокзала. Это храм Святого Мирония, лейбгвардии, егерского полка. И на месте этого храма, где сейчас мы создали такой военный мемориальный сквер, потому что восстановление храма пока проблемно очень, вряд ли это пока возможно на данный момент, там, в этом сквере под спудом лежат тела 29 офицеров императорской армии. Там же такой почетный лейбг егерь, генерал Степанов, писатель, умница, военачальник. Он спас честь полка, он нашел потерянное знамя в Бородинском сражении, которое было, его, оказывается, офицеры разрезали и на себе, на груди, пронесли через плен в том числе. Вот один генерал и 29 офицеров, они так и лежат там. И мы сделали благоустройство такое, я сделал такой проект, меня услышали власти. Мощение этого сквера, если с коптера смотреть, то это егерский флаг, флаг полка. Как бы офицеры укрыты полковым флагом, очень красиво. Если кто из ребят поедет, так пусть обратит внимание, угол Введенского канала и обводного. Ну, Введенский канал сейчас засыпан. Да, да. Это улица Введенского канала, такое сложное название. Около Витебского вокзала. Вот такой вот военно-мемориальный сквер. Вот там лежат воины Первой мировой. Мы хотим сделать это местом такого, и сделали уже акции. Много раз там проезжало, никогда бы не подумал, что такое место. Остановитесь, посмотрите, он богоустроен, там щиты информационные, там правда вандалы все время орудают, какие-то люди, которые просто, видимо, ненавидят нашу страну, историю. Я не могу понять это. Это какая-то, может быть, пятая колонна у нас внутри. Кто это? Ну, у кого рука поднимается, там, расцарапать, там, ребят, там, старых офицеров, там, или солдат простых мужиков наших русских. Ну, зачем это? Ну, неважно. Вот. И вот там, например, мы начали наши акции с того, что там субботник провели. Ребята приехали, мы все почистили, все сделали. Вот. А потом были один с другим. Ну, какие-то запомнились особенно. Мы отметили, и там были в этом году два раза. Второй раз были в рамках Балтик-ралли. Вот. У нас почему-то Балтик, говорят, ралли. Но, на самом деле, если правильно произносить, это Балтик. Я думаю, этого даже с точки зрения, так сказать, вот уха мотоциклиста еще и лучше звучит. У нас, кстати говоря, на кошачьей теме мы еще сегодня поговорим. Кот, который живет теперь в студии от нашей кошки, которая родила шестерых котят. Вот. Его сестра теперь служит в храме у батюшки. А этот кот, который здесь у нас серо-белый такой котик, его зовут Балтик. Тоже, видимо, в честь Балтик-ралли. Может быть, да. Ну, вот на самом деле это Балтик-ралли. Но мы были там второй раз уже. Я отвечал там за такую военно-патриотическую тематику по просьбе Игоря Ивановича Бакова, хорошего моего друга. Вот. А так первый раз ехали, поставили тоже щит информационный. Мы не просто катаемся, мы какую-то пользу приносим, я считаю, отечеству. Мы ставим информационные щиты. Вот там место под Выборгом, это так называемый, печально неизвестный, увы, котел вот Парлампий. Местечко Парлампий не существует. Примерно на его месте сейчас находится свекловичный или свекольный, или какой-то такой вот, я не знаю, как называется, современную топографию плохо знаю. Но вот это местечко Парлампий стало местом котла практически для всей 23-й армии. 23-я армия держала вот нашу советско-финляндскую границу. Это основные три дивизии. Это дивизия 43-я, 123-я и 115-я. И вот эти три дивизии попали в котел по недоумству Ворошилова, тогда командующего фронтом, и же с ним. Финны зашли в тыл, отрезали дороги на Петербург, оказались отрезанными, так сказать, три дивизии, и наши потери там составили 7 тысяч убитых, 9 тысяч в плен. Огромное количество техники ему финам сдали. От гаубиц, целый полк новеньких гаубиц, надо понимать, что такое гаубица большого калибра, до трех тысяч лошадей издавых. И вот одна из фотографий на нашем стенде – это огромное поле, поляны такие огромные, и на ней, как в степи какой-то пасутся дикие, ну, разнузданные лошади щипают траву посреди разбитой нашей техники и убитых красноармейцев. Такая апокалипическая картина. Вот мы, вот, например, это место заметить, как такое особое, ну, попытались этим щитом, но у нас будет продолжена эта акция, потому что туда приехал после войны один потомок солдата, политрука Василия Пасхина, который поднял в последнюю атаку солдат и погиб там. И этот потомок, его сын, мы его вычислили, вот, Юрий Васильевич, он из полуна местного извоял потрясающую скульптуру солдата с гранатой, поднимающегося в атаку. Этот памятник нигде не зарегистрирован, его никто не знает, его никто не ведает. Вот мы к нему проложим дорогу, и на следующий сезон будет у нас акция. Я покажу этот памятник, потрясающий. Портретное сходство с отцом, сын сделал. Он работал 6 лет, и этот Юрий Васильевич был байкером. Он ездил на яве, он свою яву хранил в течение зимы в Выборгском замке, летом приезжал, брал яву, ехал на это поле, где погиб его отец. И около этого валуна ему ветеран сказал, вот он и поднял в атаку нас. И вот этот валун, превращенный в скульптуру сыном, такая народная память, да, мотоциклистом. Я хочу этот проект сделать таким общемутоциклетным для нашего города, и занести его в Google, и сделать его, может быть, таким поначалу объектом низовой народной памяти. Ну а потом, конечно, я думаю, его обязательно, что называется, возьмут на учет. Вот эта поездка была одна из первых, и очень такая знаковая для нас, с продолжением. Одна из этих дивизий, 115-я, она буквально через месяц обескровленная, вывезенная кораблями через Кронштадт на Рейнбаумский плацдарм и снова, значит, сюда в город, она атаковала немцев по линии Невы в трех местах, и 576-й полк, первый, занял Невский плацдарм, Невский пятачок. Вот одна из этих дивизий, прошедшая этот котел, она, это не смогли сделать морпехи, это не смогли сделать, там, другие бойцы, не могли сделать первой дивизии НКВД, это пограничники. А вот 115-я, это прошедший этот котел, она, собственно, и была начальником известного Невского пятачка, который, как Жуков писал, в общем, сыграл решающую роль в битве под Ленинградом, а значит, во всей Великой Отечественной, в известном смысле, это такое самое знаковое, самое кровавое место вообще Великой Отечественной, да и вообще, наверное, на всем земном шаре. Вот это 115-я дивизия. Поэтому очень много впечатлений с этой поездкой. А там потом у нас много было всего, мы, в общем, не бездействовали. В этом году меньше, чем обычно, но 12 акций, это практически, если брать там основные 3 месяца, это практически каждую субботу ездили. Вот. Ну, самые разные вещи были. Выборгская наступательная операция, четвертый удар, была тоже так интересно подготовлена в этом году. Ну, традиционные вроде места, но вот с такой вот изюминкой каждый раз. А вот фестиваль Балтик Рали, что за проезд, что за места вы показывали? Вот как раз показывал котел под парлампи, показывал место, связанное с нашими санитарными захоронениями передвижных или подвижных полевых госпиталей. К сожалению, тоже запущенные могилы, и надо их как-то брать в оборот, что-то там как-то благоустраивать. Вот. Ну, вот так вот. Рассказ обычно я веду о танкистах, но в этом году сделали акцент на этом котле. Я рассказывал о каждой из дивизий, которые там были в котле в этом. Там финны взяли в плен генерала Кирпичникова, командира 43-й дивизии. Это был самый крупный чин из наших военачальников, попавших в плен. Такая трагическая судьба, драматическая. В общем, наверное, честный человек, честный генерал, наверное, но попал в плен. Он говорил, что он был в бессознательном состоянии. Вот. Отказался сотрудничать с финнами, но позволил себе, ну, видимо, ошеломленный приемом культуры, там всем критические замечания в адрес Красной Армии, Сталина, культа личности, репрессии, 5-е и 10-е. Отказался быть рупором для предателей, да, но вот язык, как бы, вот враг наш, нельзя в плену вообще болтать лишнего. Он все-таки... Вообще лучше не стоит болтать лишнего в этой жизни. Написал то, что непозволительно писать генералу в плену. Финны это использовали в пропаганде. И многочисленные фотографии его в плену стали тоже таким знаменем на листовках и так далее. Вот. Когда мы заключили мирный договор с Финляндией в 44-м году, они вышли из войны, разорвались с немцами, даже повоевали с ними немножко на севере. Вот. Финны сказали ему, что, слушай, ну, тебя в Советском Союзе ждет. Вот. Он говорит, нет, я поеду. Я советский генерал, я поеду. Они говорят, хочешь в Швецию, в Америку, там как? Нет, я поеду домой. Ну, у него дома оставалась жена, ребенок. Говорят, что он к ним стремился. Жена потом апелляции дважды подавала. И, по-моему, память не изменяет, в 50-м году его расстреляли. Довольно долго шло следствие. Он шел через лагеря фильтрационные. Были так... Ну, подошли серьезно. С точки зрения там военных каких-то секретов он уже ничего не мог сообщить финнам особенного. Но язык надо держать за зубами во время войны. И названные фамилии, критика в адресе собственной армии, командование, еще что-то. Это все странно. Я понимаю, тут вообще судьба всех военнопленных с нашей стороны, она не заедная была после Великой Отечественной войны. Да, но были такие люди, как Карбышев, например, которого там в Берлин возили. И с ним высшие чины говорили очень культурно, интеллигентно. И у него была европейская репутация. Вот. И такой инженер, такого уровня инженер-генерал был просто под зарез нужен немцам. Ни в какую. Кремень. Никаких компрометирующих моментов. Вот. Были другие. Там генерал Хрустицкий, который там сгорел в бою со своими. Были, ну, самые разные военачальники. На том же вот Невском пятаке, там, командующий тогда остатками полка со всем штабом застрелился, там, да, батальонный комиссар Щуров. Вот. Поэтому, ну, тут надо во время войны как бы быть готовым к тому, что ты можешь косвенно даже послужить против своих. Поэтому вот сдержанность в словах, языке и прочее, какая-то осмотрительность, она диктуется этим очень сложным временем. Как война – это состояние стресса, выражаясь современным языком. Какая тут, может быть, сдержанность и осмотрительность, когда движутся совершенно другие страсти, страх элементарный. Да, война – это время, когда люди живут в большей части по рефлексам и инстинктам, это правда. Вот. Но вот тут как раз и выявляется, уж простите за поповское, богоподобие человека. Вот. 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 Для меня, как священника, война очень важна, что я вижу просто удивительную природу человека, которая, несмотря на отвратительные условия внешние, на омерзительную обстановку, вдруг эта природа проявляется и показывает человека в такой красоте, в такой высоте, в таком богоподобии, что ты понимаешь, что мы совершенно особые какие-то существа, живущие на грани материального и духовного миров. Вот. И вот этот… Трудно не согласиться, да. Да. Этот духовный подвиг и сила духа, она вдруг начинает превалировать, она вдруг начинает выигрывать у вышкаленного, и технологически передового, и хорошо экипированного, и грамотного противника. И вот ты понимаешь, что, да, воюют действительно духом. Вот. Так что здесь речь, конечно, о духовном. Но не будем этого касаться, да. Продолжаем наш разговор с Вячеславом Хариндовым. В последнее время очень много ведется разговоров о том, чтобы признать блокаду Ленинграда геноцидом русского народа, я не знаю, как это, ленинградцев, жителей города. Ваше отношение к этому? Слушайте, я об этом говорил очень много лет, с десяток как минимум, о том, что это действительно не просто гуманитарная катастрофа, а один немецкий историк впервые сказал, что это, похоже, невыявленный факт геноцида в 20-м столетии. Вот. И то, что наши спохватились, и сейчас образованной культурной Европе предоставляют, и говорят, ну что ж, посмотрите, что это такое было. Вот она. Это настоящий геноцид, на мой взгляд. У меня сомнений нет в этом, потому что война обычно-то армия против армии, солдаты против солдат. В данном случае был выбран голод, как враг огромного количества мирного населения. Можно было бы дать по пятну, и можно было бы сказать, это осада, это война, и мы осадили все. Существует известная депеша фон Лейба, командующего группой Север, Гитлеру, о том, что, а что будет, а если голодные жители, изможденные и замерзшие, пойдут навстречу немецким солдатам, выйдут из города. Ответ был, стрелять на поражение. Никто не выйдет, все умрут там. И фон Лейб, который потом, впоследствии, был послан в отставку, такой, ну, настоящий, военный, принципиальный, и, в общем, из песни слова не выкинешь, он написал Гитлеру, это будет первый и последний раз, когда немецкий солдат будет так стрелять на поражение в мирных граждан. Я вам гарантирую, не строение в армии. Это он, конечно, такое рыцарство, может быть, дал лишнее, стреляли бы и не пикнули бы. Но, тем не менее, вот эта депеша, конечно, перечеркивает все разговоры о том, что это была простая осада. Это не осада, это истребление совершенно. Да, настоящее истребление города. Это было задокументировано многократно, мне кажется, что такого количества документов. Слушайте, сейчас открываются новые и новые. Просто обилие документов, связанных с блокадой, огромное. И вот по поводу геноцида, например, одна из акций, проектов нашего клуба, мы делаем вместе с Волосовским клубом, это Стальной Меридиан, это выявление мест захоронений ДУЛАГА-154, отделения Волосова. Вот по нашим расчетам, от 6 до 9 тысяч узников лагеря для военно-пленных должны находиться в противотанковом рву Волосова. И по Женевской и Гаагской конвенции такое отношение к военнослужащим недопустимо ни в коем случае. И немцы подписывали эту конвенцию. Мы не подписали, но мы ее больше соблюдали. Если посмотреть на процентовку павших там в плену, то у нас погибло где-то в районе 17% военнопленных. Но мы тоже были не готовы. Там Сталинград дал нам миллионную армию. А у немцев минимальные, я беру цифры, 54%. Если, может быть, даже и больше. 54% я вот нашел в литературе. То есть, ну, практически это уничтожение военно-пленных было. Это геноцид. И вот 8 сентября, день установления блокады, мы проехали, мы были на памятнике водной флотилии, речников. Это северо-западное речное пароходство. И Ладожское водное флотилии в Шлиссельбурге. Никого, кроме нас. Наш единственный венок. Мы поехали к дороге Победы, которую сделали за две недели. Потрясающие метростроевцы, женщины в болотах, клали шпалы. 33 километра за две недели. С мостом через Неву. Это невероятно. Сейчас это немыслимые какие-то вещи. Совершенно сказка. Но сделано было. Стоит памятник на 61-м километре Мурманской трассы. Никого, кроме нас. Наш венок единственный. Мы поехали к... Там, где восстанавливается передвижной госпиталь. ППГ 817. Мы одни были в этот день. День начала Бакаты. А медики спасали. На этом месте вышедших всех по дороге жизни. У Полуторки, у Бетонной. Дорога 101. Военно-автомобильная дорога. Никого, кроме нас. Больше нет. Мне кажется, что есть места, как это, распиаренные, грубо выражаясь. Протокольные. Протокольные. К сожалению. Пискаревка. Я не сомневаюсь, в Пискаревке были люди. Да, а об остальных многие просто и не догадываются, что это есть. Но город жил благодаря водному мосту, реченьки, железнодорожному мосту. Эта Дорога Победы сменила собой автомобильную и водную дорогу. Все по ней пошло. Дорога из жизни – это 101-я дорога автомобильная. А все это прикрывали летчики. И вот в Выставе, мы были, деревня в Кировском районе, тоже в лесу, на холме лежат летчики, которые прикрывали дорогу жизни. Была написана книга «Балтийское небо», поставлен фильм известный. Кроме нас, по-моему, там никто не бывает. А что нужно сделать для того, чтобы об этих местах узнали? А вот надо ездить, Александр. Вот мы это и делаем. Я очень благодарен тем ребятам, которые со мной едут, девочкам, мальчикам. Ведь 8 сентября был, например, рабочий день. И я не ожидал, что поедет так много народу. Сделал фотографию, выложил там знакомым. И неожиданный отклик был. Не знал, что так много безработных мужиков у нас в Питере. Мужики оставили все и поехали. И девочки с нами поехали. Вот это так должно быть. А это же потом, это не моторадио, но это сарафанное радио. Люди рассказывают. Люди говорят своим там знакомым, детям, друзьям. Выкладывают посты где-то. Это все очень важно. Все начинается с низовой памяти. С памяти вот этой протокольной, циркулярной. Чиновник там, циркуляр. Вот надо чтить память там-то, там-то, тому-то, тому-то. Это не получается. Процесс памяти, он снизу всегда идет. И мы вот в самом низу, мы работаем на эту память. Мы остаемся военно-мемориальным клубом. Не знаю даже, стоит ли говорить на эту тему, но тем не менее, все равно не могу не спросить. Все, что происходит сейчас, к сожалению, в нашей стране и вообще в мире очень удручающе действует. Это очень я мягко говорю, конечно. Люди испытывают огромную гамму чувств от отчаяния до полного уныния. К вам вопрос, наверное, как батюшки вообще, как относиться ко всему происходящему? Что вы видите вокруг? Я понимаю, что, наверное, еще очень рано говорить о чем-то. Люди еще только пытаются привыкнуть к этой мысли, что в каких условиях мы сейчас живем. Человек, конечно, привыкает к любому, живет и продолжает свою жизнь в любой ситуации. Но тем не менее, все равно не могу вас не спросить. Ну, я могу сказать только так тезисно. Не надо себя политизировать очень. Надо помнить, что там, где включается политика, обычно поражается духовность. Для того, чтобы духовную жизнь сымитировать, обычно подключают политику. Для того, чтобы духовность убить, обычно включается политика. Поэтому политизироваться очень опасно. Ты выйдешь из области такого духовного видения ситуации. С точки зрения аналитики происходящего, мне кажется, спустя какое-то время будет признано, это будет в таком, может быть, не мировом масштабе, но будет там это признано. Есть простая формула, она, в общем, выходит из трудов родоначальника философии войны. Есть такой раздел в философии. Философия войны. Вот, наверное, родоначальником это такой немецкий философ фон Клаузевиц. И вульгаризируя его формулу, можно было бы так сказать. Если люди не слышат друг друга, не договариваются, то начинают говорить пушки. И я думаю, что через какое-то время мир увидит, что это был провал мировой дипломатии. Позорный и постыдный, и непростительный. Когда 8 лет люди говорили об этом, когда были соответствующие какие-то договоренности, еще что-то. И люди не слышали друг друга. Я не знаю, как мы не смогли это изложить. Возможно, это надо было как-то по-другому говорить. Но самое главное, они не услышали. Они не ответили. И если люди не могут договориться, включаются пушки. Хотим, не хотим, но военные действия – это, увы, язык взаимодействия между государствами. Это не архаика, это не старина, это не 19 век. Это в 20-м, в 21-м. Это точно так же продолжалось в Европе. Ну, западные союзники применили там обедненный уран в Сербии. Обедненный уран, снаряды. Как это можно себе? Они молчат об этом. Но 18 тысяч запалевших. Почему Вучич сейчас так очень ведет себя, как бы пытается... Докричаться как-то, да. Ну да, но это же в центре Европы было. Ну как же так? Это же невозможно. Что? Мне прислали финские мотоциклисты месседж, почему славяне воюют все время друг с другом. Какие славяне? В Ливии что, славяне, что ли, жили? Нет. В Ираке что, в Иране славяне? Нет совсем. Ну, славяне, может быть, сербы с албанцами. Но там совершенно другая карта включена была. В Азербайджане и в Армении там что, славяне? Нет. Войны все время идут, везде. Если не договариваются дипломаты, если не идут на компромисс, обязательно заговорят пушки, обязательно заговорят стволы. И, увы, мы еще живем в этом мире, который не Божий мир, но греховный мир, падший мир. И, увы, даже, можно сказать, легитимным средством становится война, к сожалению. Это ужасно. Христос заповедовал нам мир. Он сказал, мир оставляю вам. Мы его называем Богоподателем жизни. И, конечно же, война остается самой ужасной формой греховной непримиримости друг к другу. Но она не рождается в одночасье. Наивно думать, что взрослые дядьки там вдруг передернули затворы и стали палить ни с того ни с сего. Это там разборки пьяниц и дебоширов. Здесь все серьезно. И вот 8 лет пытались договориться. И, знаете, вот в течение вот этих там 12 лет, что активно мы ездим по этому проекту, например, «Мир и память», это завещание стариков-ветеранов нам. Потому что первую поездку я сделал со стариками-ветеранами по Европе. Они все сейчас ушли уже. Это был наш совет ветеранов городской. И они заповедовали, «Вы ездите, вы остаетесь после нас. Посещайте». Так вот, за все это время мы куда угодно ездили, только не на Украину. И все пути, например, в сторону Венгрии или Австрии, минуя Украину. Мы не могли там ехать никак. Так, последний раз я был там 12 лет назад, и меня в час ночи на границе просто раздели практически. Разобрали машину, все, что искали еще. А основная была претензия, что у меня мотоцикл был нарисован. Ну вот как? Опять-таки. И он говорит, «Как? Куда вы ездите на мотоциклах?» Я говорю, «Ну, ездим вот, упоминаем солдат». «Каких солдат?» «Ну, наших. Каких наших?» Я говорю, «Ну, каких? Российских, украинских? Мы же вместе воевали. Когда это мы с вами, кацапами, вместе воевали в одном строю?» Это молоденький мальчик, только отслуживший в армии, такой вот мне по грудь такой, такой качок, стоит тоже с голым торсом, жарко было. Он на меня смотрит. Я говорю, «У меня дети приемные с Украины. Что вы это самое? Какой там? Давай, Аляся, пошел. Там, что у тебя есть? Что можно?» Ну, ладно, эта тема «Ладно, что там, чего у тебя есть, чем поживиться?» Это вообще человеческое. Ну, когда из своей, свой же говоришь, когда это наши отцы вместе в одном строю воевали, а у меня отец воевал, бок о бок, с ребятами из Украины. Ну, как, куда это годится? Что это? Куда это шло? Вот, и, конечно, ну, я не знаю, мне, конечно, очень тяжело. Вот, но та Украина, которую я знаю, у нас в квартире коммунальной кто только не жил. Одиннадцать семей. И из Чувашии, и татары, и азербайджанцы. И вот со мной сидела Баба Миля Коваль, украинка, да? Баба Миля меня вот воспитывала. Мама на работе была, а я с Бабой Милей был. У нее комната была как хата украинская. Все в рушничках, все чисто, все это самое. Я на борще малороссийском возрос, вот, на ее кухне. Я возрос там на Гоголе. Я люблю Украину. Я люблю малороссийскую волосы. Мы все выходцы из Советского Союза. Это вообще не гнев. Я никогда не обращали мы на это внимание вообще. Я не помню, что кто, откуда, как и вообще. Все были равны. 15 республик, 15 сестер. Ну, да. Поэтому, мне кажется, вот это вот разделение, это настолько вот дикость какая-то. Ну, ведь у нас нет этого. У нас не кидают в лобовое с украинскими номерами машину камень. Я не видел такого. Не встречал. У меня в приходе украинцы все-все. Но не было такого. А там-то кидали. Ну, как? Ну, вот что тут сделаешь? К сожалению, время наше закончилось. Ну, что ж, такой вот у нас разговор получился. Но я тоже считаю, что нужно говорить об этом. Во всяком случае, пытаться хоть как-то. Потому что, когда говоришь, как-то становится все-таки легче. Ну, призываю. Бестрастность и благодушие. У нас есть два союзника. Если у России есть два союзника армии и флот, то у каждого из нас, россиянина, есть два союзника. Это благодушие и бесстрастность. Поэтому вот эти два качества очень важны. В духовной жизни, в личной, в общественной, в социальной жизни. Вот, пожалуйста, надо сохранять эти бесстрастности и благодушие. А благодушие – это что значит? А вот если когда все очень плохо вокруг тебя, и ты плохой, и хуже всех, вот надо воспринимать это благодушно. А когда ты самая лучшая, когда вы, Александра, самая красивая, самая талантливая, самая умная ведущая, которую любят уже с радиорокса и обожают вас, и ваш голос, вы включаете бесстрастность. Вы включаете такого внутреннего чингачгука. Я постоянно в этом состоянии живу, мне кажется. И совершенно спокойно воспринимаете комплиментарные вещи. Ну вот, я, конечно, немножко так шучу, ну вот, примерно так. Спасибо. У нас сегодня в гостях был батюшка Вячеслав Харинов, протеерей, президент мотоклуба Ост-МС. Спасибо вам за душевный разговор. Приходите к нам еще. Спасибо, Александра. Спасибо вам за эфиры. Спасибо за доброе услуги. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!